Сторонники природного земледелия стараются использовать на своих участках исключительно органические удобрения – навоз, торф, перегной, компост, биогумус, которые содержат важнейшие элементы питания растений, улучшают структуру грунта и создают благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры. И это не все достоинства органических удобрений, они менее концентрированные, чем химические. Питательные вещества в составе органики усваиваются растениями медленно, по мере ее разложения, в течение длительного периода, что снижает вероятность превышения нормы внесения каких-либо макро- или микроэлементов. Натуральные удобрения положительно влияют на структуру почвы, способствуют размножению полезных микроорганизмов, которые живут в симбиозе с корнями овощных культур и помогают им получать питание. А чем именно полезен биогумус? Биогумус, или вермикомпост, ценное натуральное удобрение, продукт переработки органики червями и другими почвенными организмами, грибами и бактериями. В качестве органического сырья для производства биогумуса могут использоваться сорняки, навоз, куриный помет, опилки, солома, опавшие листва, пищевые отходы растительного происхождения. Черви перерабатывают органику с последующим выделением в грунткопролитов, которые представляют собой биогумус. Это уникальное удобрение, не имеющее аналогов по содержанию гуминовых веществ. По эффективности биогумус гораздо выше навоза. Кроме того, в нем присутствуют полезные бактерии и необходимые растения макро- и микроэлементы. Биогумус укрепляет иммунную систему растений и ускоряет созревание плодов. Но что делать, если у вас нет специальных червей, калифорнийских или старателей, которых все время нужно подкармливать новыми порциями органики? Обычный компост, в котором тоже любят поселяться черви, не является биогумусом. Он долго созревает, в нем могут присутствовать семена сорняков и патогенные микроорганизмы. Состав компоста и его ценность зависят от вида органики и способа компостирования. Но в любом случае, биогумус – это более концентрированное удобрение, питательные вещества там содержатся в легкодоступной форме, а компост отдает их в почву медленно, по мере разложения органики. Кроме того, неполностью вызревший компост может стать источником различных заболеваний растений. Чтобы быть уверенным в качестве органического удобрения, можно использовать готовый биогумус в пакетах. Его использование позволяет создавать в почве очаги плодородия, место, с повышенной микробиологической активностью и высоким содержанием питательных и биологически активных веществ. При посадке растений достаточно добавить в лунку 10 граммов биогумуса на одно растение, а при перекопке почвы – 80-100 грамм на один квадратный метр. Биогумусом можно подкармливать растения в течение всего процесса вегетации каждые две недели, если удобрения не были внесены при посадке. Почва, обогащенная таким удобрением, дает все возможности для роста здоровых, сильных растений. Так что же выбрать? Навоз, перегной или компост? Разберем. Навоз – самое популярное органическое удобрение, в состав которого входят азот, фосфор, калий и другие питательные вещества. Содержание элементов питания в навозе и качество этого удобрения зависит от вида и состояния здоровья животного, состава корма и подстилки. Для подстилки обычно используют солому, опилки, торф, древесную стружку и так далее. Навоз нельзя вносить под перекопку почвы в свежем виде, поскольку он может сжечь корни растений. Его можно использовать только для устройства теплых гряд, заделывая на большую глубину не менее чем на два штыка лопаты. Свежий навоз может содержать личинки гельминтов, насекомых-вредителей, семена сорняков и болезнетворные микроорганизмы. Обычно навоз вносят под перекопку почвы осенью или компостируют, смешивая с торфом и другой органикой, оставляя на 2-3 года. За это время навоз разлагается и под воздействием бактерий и червей превращается в перегной, ценное удобрение, которое не только обогащает почву важными питательными веществами, но и придает ей пористость, создает привлекательную среду для обитания полезных микроорганизмов. Если нужно внести органическое удобрение прямо сейчас, можно воспользоваться промышленным конским компостом. Это эффективное быстродействующее органоминеральное удобрение содержит основные элементы питания, которые находятся в легкодоступной для растений форме. Используя термически обработанный, ферментированный конский компост, вы можете быть уверены в безопасности и эффективности удобрения. Конский компост вносится, в среднем, в количестве 80-100 грамм на квадрат под перекопку. Или рыхление почвы. При высадке рассады в каждую лунку достаточно добавить всего по 10-15 грамм, в ряд 25-50 грамм на 1 метр. Использовать такое удобрение просто и удобно, и вы можете быть уверены в его качестве. Как же использовать биоудобрение? Биоудобрения, разработанные профессионалами, дают возможность получить экологически чистый урожай, и существенно повысить плодородие почвы. Основой биологических удобрений являются натуральные компоненты, компост, биогумус и другие органические составляющие, которые активизируют жизненные процессы почвы. Благодаря высокой концентрации биологических веществ и пролонгированному действию удобрений, подкормки можно вносить редко. А отдача полезных элементов будет происходить на протяжении всего вегетационного периода. Биоудобрения для томатов вносятся под перекопку почвы, а затем, в период вегетации, 1-2 раза за сезон. В состав продукта входят наиболее полезные и легко усвояемые растениями компоненты. Конский компост, гуматы, природные стимуляторы роста, зола, органический источник калия, другие микроэлементы, благоприятно влияющие на рост и развитие растений. Повышение иммунитета и защиту от негативного воздействия окружающей среды. Это удобрение можно использовать для подкормки не только томатов, но и перца, а также баклажанов. Весной и в конце лета мы много времени уделяем посадкам садовой земляники, готовим новые грядки, рассаживаем розетки. Биоудобрение для клубники на основе конского компоста станет источником азота, фосфора, калия и других важных элементов питания, в которых нуждаются растения в начале вегетации. Это удобрение, также, как и биогумус и конский компост, можно добавлять в лунку при посадке кустов и вносить на грядку при перекопке почвы. В дальнейшем можно подкармливать плодовые культуры настоем трав, крапивы и одуванчика, мульчировать междурядье компостом, сеном, чтобы создать благоприятные условия для развития корневой системы и повысить урожайность. Биоудобрение, промышленный компост и биогумус существенно упрощают уход за посадками, превращая всю работу в огороде в удовольствие. Использование биологически активных подкормок позволит в течение одного сезона значительно улучшить состав и плодородие почвы. А как вы удобряете свои грядки? Расскажите нам. Поделитесь в комментариях. Спасибо. На сегодня это все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Желаем вам прекрасного настроения и здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok